добрый день дорогие друзья сегодня суббота я направляюсь в горы вот такая вот погода сегодня начался дождь в собрался утром было на рыбалку как бы дождя еще не было но приходит назад наш начался дождь в общем короче так он на этой неделе уже ездил на рыбалку поймал такого хорошего карпика его жгет еще раз поехать потому что скоро будет нерестовый запрет на лодке нельзя будет ловить поэтому вот он мог как говорится хочется хочется на рыбалочку поесть я еду на его машине так как моя машина полностью забита всякими рыболовными снастями хотел вам знать еще рассказать я уже начинала было в каком-то ролике это снимать но когда снимала был сильный ветер ну и в общем ушло все в брак потому что один раз вот я так вот как говорится пренебрегла этим был ветер и зрители жаловались но я сама не люблю когда знаете вот на шум ветра на камере на микрофоне хоть меня и стоял ветрозащита но ветер был более сильный так вот я ребята последнее время не могу выйти в стрим ну то есть это не тоже последнее время это очень долгий период времени телефон выдает ошибку и все я написала в службу поддержки youtube а ну нет значит там я не помню девушка или мужчина со мной общались там сделать это сделайте все обновите приложение почистите кesh там очень короче пришлите нам screen какой у вас последнее обновление пришлите то пришли тисе 8 не имсе пришлите на английском языке пришлите вот так пришлите вот всяк но в общем короче говоря мы из чата перешли в конце концов она перевела меня или он или она ну в общем короче перевела меня на почту электронную, в почте электронной долго общались. Ну, в общем, в итоге наши специалисты работают, работают. И последнее было письмо, что наши специалисты работают, но пока нет никаких результатов. В общем, мы вам сообщим, ждите ответа. Уже прошло месяца, наверное, полтора где-то, ну, с того момента, как я начала общаться. А до этого у меня тоже он не работал, но я просто как бы не обращалась в YouTube. Ну, думаю, может, как-нибудь там рассосет. Ну, вот видите, никак не рассасывается. А с веб-камеры у меня очень старая веб-камера и мне не хочется, в общем, тем более сейчас у меня новый монитор, мне не хочется сейчас это все подключать, эту старую веб-камеру, которая 2010 года выпуска, и по тем временам она не была супер-купер. Я еще тогда даже не думала вести никакой YouTube-канал. Покупать я тоже не собираюсь ее, потому что уж не такой я стример. Вот, буду ждать, когда YouTube победит мою проблему. Так, тем временем выдвигаемся в город. У нас вот такая паспортная погода, только что шел дождь. Я надеюсь, благодаря этому людей будет поменьше в городе. Не все пойдут в город. И еще плюс один, надо везде искать плюсы. Снег быстрей. Дождь съест снег. Несмотря на то, что было очень много снега в этом году, как прямо вот никогда, но по сравнению с прошлым годом, нет таких вот, знаете, затоплений сильных. От земли прям какое идет пар. Здесь речка недалеко. С той вот стороны. Думан оттуда крадется. Сегодня у меня необычно. Сегодня я начинаю с магнит-косметики. Мне сегодня не нужно мясо. Сегодня тоже скидки. И мне предстоит много что здесь купить. Первым лотом у меня идет шампунь. До этого мне Настя покупала у Варваре шампунь. Но теперь Настя не знаю, когда приедет, а шампунь у меня вообще сегодня у меня кончился последний. Так что покупай свой старый. Получается со скидкой 320 рублей. Некоторые ценники так мелко написаны, что придется сейчас очки одевать. Так, сейчас обязательно возьму корм для кошек. Причем у меня кошки не знаю, как у вас, не любят рогу и не любят паштет. Они любят только желе. Вова говорит, что как я стала бабушкой, я очень поменялась. Как минимум я стала печь. Стала более хозяйственной. Вы знаете, это не специально я как-то в себе культивирую. Просто вот она сама по себе как-то вот включилась. Ну, не знаю, с бабушкой это связано или нет, но совпало. Вот смотрю форму, но я хочу разъемную форму. У меня, в принципе, достаточно форм. Вот смотрите, какая форма для запекания. Малышечка. В общем, я стала по этим отделам тоже ходить. Вот. Полностью закончились у меня воплые палочки. Занесла в список, а тогда забыла. Решила, у меня не было в списке, но думаю, возьму, наверное, для стекол. Цена 179, еще минус 20%. Думаю, нужно взять. До кучи возьму озелит, освежитель воздуха, испанские каникулы. Солнышко выходит, ребята. Наверное, у Вовы сейчас шкура зачесалась. Есть большая вероятность, что приеду и не застану его дома, что поедет он на рыбалку. Следующий точек нашего маршрута Победы. Я ее включила, как говорится, в логистику свою. Вот она. А нужно мне там посмотреть разбрызгитель. Разбрызгитель для обработки деревьев. Я хочу обработать деревья, чтобы они не попали под возвратные зарморские. Конечно, не знаю, выйдет у меня это или нет, но посмотрим. Ничегошеньки я не купила, ребята, ничего. Так, ну что, светофор, если там не будет разбрызгивателя, поеду в какой-нибудь обычный магазин куплю. Я еще не взяла очки от солнца. Думаю, да нафиг они нужны. Такая погода пасмурная. Вот она, пасмурная. Ребятки, ну что, наш любимый светофор. Здесь есть такой разбрызгиватель, но он дороже даже, чем в простых магазинах. Раз, и во-вторых, ну, как бы ненадежная конструкция. А есть такой разбрызгиватель ЖУК. Это, как говорится, уже понятная история, поэтому я склонна купить его в простом магазине. А здесь мне нужно вообще-то, знаете, что? Мыло жидкое в качестве приливателя. Ну, посмотрите, ясное небо и солнце. Я не знаю, Вова поехала, интересно, рыбалку или нет. Если не поехала, наверное, весь и зазлился, потому что он уже собрался и не поехал. А я ребята уже по всем магазинам прошла, честно говоря, не снимала. Во-первых, мне было очень жарко. Я хоть и в осенней такой весенней куртке, но в зимних сапогах у меня ноги просто, мне просто, я сейчас села в машину и мне вообще ужасно жарко. Зашел в смейный магнит, но не в сам магнит, а купила специи. Паприку, она у меня прям ходом идет, потом купила, увидела там какой-то розовый перец, понюхала, пахнет очень приятно. Перца много не бывает. Кстати, говоря, мы на работе, когда ходим в столовую, там сейчас сделали такие порционные перцы, прям в пакетиках. Ну, порционная соль, порционный перец. Я всегда беру перец и сыплю всегда на все блюда. И девчонки всегда офигеют, что я вот так вот прям сыплю. Я люблю специи, я люблю перец. Еще вот купила кардамон. Никогда не брала, но знаю, что это восточная специя, вот решила взять. Все вот эти вот, короче, прелести 320 рублей. Если брать вот так вот в пакетиках, ну, я имею в виду в заводских, будет дороже. По заказу Вовы первый раз буду делать сочники. Посмотрим, что из-за вылетит. Вот такие сочники у меня получились, 12 штук. Они горячие, только их вытащила, поставлю остывать. Я сегодня купила вот такой вот опрыскиватель, жук, 2,5 литра. Сейчас будем готовить с вами смесь для того, чтобы опрыскать деревья, чтобы они первое, защитить, здрасте, защитить их от вредителей, болезней. И самое главное, чтобы они у нас не попали под возвратные заморозки. Для этого медный купорос в разных источниках разное количество, ну, сделав что-то среднее, надо разбавить горяченькой водичкой. Небольшим количеством, потому что в холодной он, как сказано, не растворяется. Так, нам нужна какая-нибудь палка-помогалка. Сейчас. Вот у нас есть палка. Сейчас мы ей помешаем. Сказано, что нужно обязательно в пластиковой емкости делать. Ну, либо в эмалированной без сколов. Ну, знаете, в пластиковую найти гораздо легче. Так, и карбонит нам нужен. Это мочевина, карбонит, азот. Ну, одно и то же. Ух ты! Ой, что ж там такое? Ну, кто же догадался? Бумаги классно. А? Кстати говоря, вот этот стоил 550, а на 10 литров, не, на 5 литров, тысяча с лишним. В общем, короче, меня жаба задушила. Там, может, он, конечно, удобней. Ну, тысяча с лишним что-то мне отдавать не очень хотелось. Вроде сказали, карбонит растворяется гуд и так. Самое главное, чтобы я сейчас растения не сожгула. Привет! так. Так, ну, мало нам этих всех химических штук. Нам еще нужно, знаете, что, ребята? Прилипатель. В качестве прилипателя вот в светофоре купил жидкое мыло. Сказали, именно жидкое надо, 200 миллилитров. Так, здесь тысяча. сейчас мы не от жабы. Ну, я думаю, 200 есть. И пойдем с вами обрабатывать вишню. А то мы уже сколько лет без единой вишенки, ну, не без единой, но практически без единой вишенки сидим. Ну, наливаем. Я надеюсь, что я только свои растения не сожгу. И доливаем до полного. Так, сик, эту штучку сюда, и эту штучку сюда. Ой, я прям прогрессирую на глазах. Так, ну, че? Сейчас надо это все убрать отсюда. Давай капусть тут стоит, че? Потом приду и заберу. Приступим, благословясь. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Короче, ребята, обработала как смогла. Ну, до верхних, естественно, веток я не достала. Ну, так вот, брызгала, как получилось. Ну, с верхних-то ладно. Самое главное, чтобы внизу урожай был. Некоторые у нас на работе сказали, что это все дело решитых, короче, так, мертвому припарке. Ну, посмотрим. Как говорится, надо само попробовать.